Как организовать досуг ребенка, чтобы развить его таланты? Для чего нужна детская филармония? И над каким проектом работают юные дарования и их наставники? Об этом говорим сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Светлана Ревякина, режиссер-постановщик детской филармонии «Тамбов концерта» и Людмила Каханова, хор-мейстер «Тамбов концерта» детской филармонии. Здравствуйте! Здравствуйте! Наши встречи в начале творческого сезона стали уже традицией, но для тех, кто смотрит впервые, давайте поясним, что такое детская филармония и где она находится. Сейчас детская филармония располагается, мы даем свои концерты на базе ТГУ Державина в учебном театре, а так это подразделение «Тамбов концерта», одно из подразделений. Итак, филармония – это вовсе не здание, которое у нас есть, а это организация. Это живые коллективы, которые творят, радуют зрителей. А чем занимается детская филармония и вообще как возникла идея организовать такой коллектив? Ну, это Людмила Николаевна лучше расскажет, потому что она с самого начала создания детской филармонии. Идея создания на самом деле родилась уже 17 лет назад, когда собрали у Владимира Ивановича в кабинете и сказали, что хотели бы создать коллектив по аналогии с московскими непоседами. Собрали творческих людей города Тамбова, ну и мы откликнулись на этот призыв, и так появился коллектив детской филармонии. А как организована работа в детской филармонии сейчас? Ну, как она была, в принципе, что вы делаете там? Основа, конечно, это вокал. Но помимо этого дети получают дисциплины как хореография, театральная дисциплина. Вот Светлана Анатольевна занимается в этом направлении. Поэтому дети не только поют, не только вокалом занимаются, а интегрированное занятие происходит. Занимаемся мы три раза в неделю. Вторник, четверг, воскресенье. Воскресенье – это очень такая плодотворная репетиция. Иногда это сводные, уже ближе к выходу проекта. И каждый по направлению. То есть хореографии, вокал и театральная дисциплина. Итак, я правильно понимаю, что детская филармония – это коллектив, который состоит из наставников и воспитанников. Воспитанники, кто у вас? Это дети, которые к вам приходят по конкурсу или для того, чтобы в качестве провести свое свободное время. Давайте поясним, Светлана. Конечно, это и наставники. И дети. Да, конечно, конечно. У нас большой очень коллектив. Это и взрослые дети, и маленькие дети. И в нашем коллективе есть и взрослые артисты. Это все для того, чтобы сделать большой проект творческий. Два проекта в год таких, как бы, ну, шоу мы это не называем. Это два больших представления. Вот поэтому идет такая активная работа. Это дети родителей, которые в творческих профессиях работают? Нет, совсем нет. Это обычные дети, которые к нам приходят. Которые приходят и хотят участвовать. Которые поют, конечно же. Они проходят отбор. Тех, кого приняли, они все участвуют. И ежегодно, два раза в год. Ну, в общем-то, наши двери открыты. На протяжении всего учебного процесса нашего. Проходит прослушивание. Мы даем анонсы о наборе детей. И, конечно же, много деток приходит, но отбор проходит далеко не все. Потому что, так как мы уже концертная организация, и мы берем детей талантливых. То есть вы не хоровой кружок, вы не танцевальный кружок, не драм-кружок. А дети должны прийти уже немножко подготовлены. С набором определенных навыков, конечно. Ну, прежде всего, вокально. Да, основы это, естественно, вокал. Дети должны уметь все. Поскольку они выходят на сцену, они и двигаться должны хорошо. Конечно же, это вене времени. Для этого есть у нас хореография, чтобы они умели владеть своим телом. В каком возрасте прийти может такой маленький артист, который хорошо владеет своим телом. У него прекрасный слух. Ну, хорошо владеет своим телом, он прям готовый. Артист к нам не приходит, конечно. Хотя есть талантливые дети, которые настолько гармоничны. И мы говорим, что да, этот ребенок целиком и полностью подходит под наши требования. Они... Приходили такие детки, которые... Ну, артисты. Уже даже в 7 лет этого маленького артиста видно. Он и поет, и настолько податлив. Он открыт для общения. Он артистичен. Конечно же, мы говорим, что это ребенок наш. Но чтобы такое сразу было, это редко. Это редко. Ну, это редко, да. В основном, конечно, эти навыки развиваем. В каком возрасте к вам приходят детки? Приходят и в 7, и в 6. Звонят, чтобы прослушали. Но, к сожалению, в 6 лет мы говорим о том, что психологически ребенок не готов. И физически он не выдержит тех нагрузок, которые у нас есть. Потому что это очень долгие иногда бывают репетиции. Это тяжеловато для 6 лет. А вообще с 7 лет детки приходят. И до 21 год. То есть это не только школьники. Вы немножко захватываете дошкольников. Школьники, само собой, разумеется. И даже кто-то в 20 лет еще остается и есть желание продолжать с вами выступать. Нашего коллектива, мы его провожали в армию, Саша. Вот, к сожалению, он хотел вернуться после армии. Но взрослая жизнь все-таки взяла вверх. Да, до той поры, пока у них есть время и возможность посвящать себя вот этому. Потому что это все-таки достаточно много времени отнимает. И как строится работа внутри детской филармонии? Это занятие, которое надо постоянно посещать. Мы об этом говорим детям. Да, хореография, театральная дисциплина. На это же надо время. А в воскресенье... Сводные репетиции. Сводные репетиции. Это бывает и 4, и 5 часов. А когда еще и плюс запись. То есть полдня дети тратят. Но есть такое условие, что мы говорим с детьми. Кто-то уже становится старше. Они там куда-то поступают уже в какие-то учебные заведения. И мы сразу ведем такой разговор. Вы сможете уделять время, чтобы это не так было, что пришел. А потом вот нет возможностей. Как-то вот учеба захлестывает. То есть они как-то стараются это продумать. Чтобы смогут или нет. Иногда они проект один пропускают. Говорят, я не смогу. У меня сейчас сложное по учебе. А на следующий проект уже даже в течение года они возвращаются. Потому что да, у нас жесткие рамки, условия. Что мы выпускаем творческий продукт. И это концертная организация все-таки. То есть дети уже должны чувствовать на себе ответственность. То, что они маленькие, но уже артисты. Конечно, мы даже предупреждая, когда выходим в новый учебный год, мы говорим о том, что в Новый год у нас концерты. И их бывает 18-19. И предупреждаем детей о том, что они, в общем-то, лишены каникул. Они должны быть ежедневно на концерте. А у малышей, так это еще и родители. Поэтому мы сразу им это все озвучиваем. Чтобы они были психологически к этому готовы. А вот много родителей отсеиваются после того, как вы им говорите, что у нас достаточно плотный график. Что родители, прежде всего, должны рассчитывать свое время. И посвятить его тому, что ребенка привезти на занятия, забрать с занятия, приехать в выходной на большую репетицию. Это касается, конечно, больше малышей. Потому как их родители приводят, сидят на репетициях, иногда ожидая своих малышей. Обычно приводят те, кто заинтересован в том, что ребенок занимался, развивался. И обычно они, разговаривая с родителями младших детей, я иногда удивлялась. Говорю, предстоят по два концерта. Вы, конечно, приготовьтесь. Вот такие у нас условия. Это, конечно, будет тяжело. Они говорят, что вы, что вы прыгали от счастья, что по два концерта это дети. Понятно, родителям, конечно, это может быть как-то и некомфортно, но ради детей, на самом деле, они готовы. Вы упомянули, что готовите два больших проекта. И каждый проект это больше, чем концерт. Поясните, почему так? Ну, это представление целое, это с сюжетным ходом, это почти спектакль. Ну, это, конечно, не спектакль. Вот это все-таки представление, но у наших юных артистов есть там роли, есть сюжетный ход обязательно. И это требует большой подготовки. Много новых номеров. Каждый раз это новые номера концертные, которые готовятся именно к этому проекту, именно к этому представлению. Это занимает очень много времени. Это всегда что-то новое. А где вы черпаете идеи? Или вы их как-то генерируете сообща, для того, чтобы проекты не повторились, и каждый раз это было новое представление, и детям, и родителям было нескучно? Ну, это всегда придумывается. Как-то так вот оно получается. К этому мы давно пришли, что это не пьеса, не какое-то драматическое произведение, взятое за основу и переделанное под нас, потому что полностью мы не можем взять пьесу. Ну и переделывать тоже не хочется. Как-то я считаю, что это все-таки неправильно. А лучше придумать свое, какой-то свой ход, свой сюжет. И, конечно, когда есть основа, и уже подбираем музыкальные номера, все члены нашего творческого коллектива принимают в этом участие, дополняют и привносят свои идеи, что очень помогает и как-то позволяет сделать ярче наш проект. И даже дети в этом участвуют. Иногда, не могу сказать, что прям в какой-то большой степени, но иногда так бывает, и они этому тоже рады, когда что-то происходит, что они предлагают, и вот это каким-то образом... Что взрослые к ним прислушиваются. Входят, да, да, входят в проект, когда какие-то... Ну, иногда это действительно что-то хорошее, и это здорово. Я это очень приветствую и рада, потому что они хотя бы пытаются какую-то свою инициативу, свое творчество внести. Вы готовите каждый сезон два больших проекта. Какие-то проекты? И сейчас над чем работаете? Ну, несмотря на то, что сентябрь, вы уже набрали группы, детки уже занимаются, или у вас еще кастел? Нет, нет, нет. Есть же основа группы, уже функционирует коллектив детский, а набор, он проходит параллельно. Есть же как бы... Целый год могут... То есть это не только в сентябре или в августе нужно прийти, попасть на кастинг? Если ребенок талантлив, мы, конечно, его уберем. Он включается в нашу работу, ну, а уж выводить ребенка на сцену или нет, и это по мере его готовности, конечно. А так талантливых детей мы готовы взять всегда. Сейчас на дворе еще сентябрь, но я знаю, что вы готовитесь к Новому году, да? Ваш новогодний проект. Ну, пока мы готовимся... Что вы сейчас делаете по проекту? Сейчас конкретно мы готовимся к юбилею Тамбов-концерта. В концертной программе, где участвуют все творческие коллективы Тамбов-концерта, в том числе и детская филармония. У нас есть свой блог. Вот мы готовим сейчас это. Немножко мы отложили новогодние наши репетиции, хотя параллельно все равно... Все равно работа ведется. Все равно работа ведется. Может быть, не так активно, как всегда, потому что есть немножко сейчас вот то, что впереди, и то, что надо сделать в первую очередь. Но Новый год, тем не менее. У нас уже готовый сценарий, есть рабочие названия. Конечно, конечно. Есть и сценарии, есть и названия. Мы выходим в сентябре к детям уже с готовым сценарием, с выбранными номерами. С репертуарами. Да, мы можем их еще уточнять, утверждать. Можем что-то добавить или что-то изменить. Но основа у нас всегда уже есть. Есть с чем приступить к работе с детьми. А сколько же занимает времени от идеи до воплощения ее на сцене? Сколько месяцев требуется для этого? Получается полгода как раз. Как раз полгода. Да, да. То есть новогоднее у нас, наверное, даже больше как-то занимает. Ну да, все по полгода. Даже уходя в отпуск, у Светланы Анатольевны, как обычно, уже появляется какая-то задумка к следующему Новому году. И, по сути, все лето мы, как руководители вокальной группы Саллы Викторовны, мы уже ищем репертуар. Подыскиваем, слушаем. Постоянно в интернете, постоянно какие-то новиночки. То есть работа не прекращается даже в отпуске. Да, то же самое делают хореографы. Тоже подбирают, думают. То есть все в таком тесном контакте. Потому что репертуар – это, наверное, самая важная и сложная задача в проекте. Да. Потому что хочется, чтобы были разножанровые песни, разнохарактерные. А еще хочется, чтобы и родителей порадовать, какие-то, может быть, хиты использовать в нашем проекте. То есть репертуар, видимо, наверное, для каждого коллектива – это сложная сторона работы. И причем это надо все подвязать, чтобы это все подходило к общей идее. Всегда это тоже сложно. И всегда такая кропотливая работа и вокалистов, и хореографов. Подобрать не всегда просто то, что нужно. А какая главная идея, за которую зацепились вы в этом году? И что, если можно, немножко так приоткрыть завесу тайны? Ну, я думаю, что можно. Это у нас будет город игр. Империя даже такая игр. Будет он называться Легоград. То есть такие новогодние приключения в Легограде у нас будут. И в этот сказочный город попадают обычные дети. А Дед Мороз, он главный волшебник, как всегда у нас такое основное действующее лицо, он художник, он творец. Он собирает новогоднюю мозаику из часов, дней, минут, из радости, печали, из улыбок и, может быть, слез. И когда вся мозаика соберется, то, конечно же, наступит Новый год. Но если какой-то одной, даже маленькой детали в этой мозаике не будет, то ничего не случится. И вот происходит такое несчастье, что один пазл этой мозаики теряется, исчезает. И весь сказочный город находится в большом волнении в поиске этой детали. Иначе это просто катастрофа, не будет Нового года, не будет праздника, не будет радости. Да и дети не повзрослеют, если год не закончится и не наступит Новый. И герои сказочного этого города это игрушки Лего-града. То есть это игрушки Лего, игрушки конструктора, которые сами же дети делают, но они живые в сказочном городе. И ученый кот, который я практически уже вам рассказала, наверное, такой немножко сюжет приблизил очень. Он приглашает детей, помочь детей, которые его сами сделали из конструктора. Приглашает в этот город, в сказочный, просят оказать помощь, найти этот пазл, поскольку дети, они собирают мозаики, они все умеют, и кто как не дети, он может помочь сказке. Как вам удается организовать работу детей? Потому что дети в вашем коллективе от 6 до 17, там до 18 лет. Как все вместе их связать? Может быть, вы поделитесь секретом, который будет даже полезен учителям в школе. Либо у вас особые дети, которых организовать не надо. Нет, дети, они талантливые, это раз, и дети, они всегда дети. Ну, вся вокальная группа у нас делится на младшую и старшую. Младшей занимается Алла Викторовна, со старшей группой занимаюсь я. А в каких-то общих, иногда есть такие номера, когда требуется и младшая, и старшая группа. То есть это огромный, большой вокальный номер, плюс с нами работают еще и хореографы. Это наш хореографический коллектив и коллектив Элегия. То есть дети, которые занимаются хореографией, они также должны уметь петь. И ваши певцы тоже танцуют. Скорее всего, у нас же вокальный коллектив детской филармонии, и поэтому эти дети должны как раз-таки уметь двигаться. Они у нас еще и танцуют. И причем заметен огромный рост в этом направлении. И отдельно уже взрослый коллектив хореографический, которые не поют. Они только хореографы. Мы сейчас подошли к такому вопросу. С кем вообще сотрудничает детская филармония? Кто ваши тесные помощники, участники ваших представлений, проектов? Очень тесно мы сотрудничаем с нашим лекторием, со взрослыми артистами, участвуем у них в проекте. А еще и в новогоднем проекте участвуют они с нами. То есть это главные герои. Одни из главных героев. Одни из главных героев. Да, они и наши вокалисты. В этом году очень популярны концерты променад, которые проходили перед филармонией. Детская филармония участвовала в них? Конечно. Мы участвовали не целиковым блоком, а были отдельные наши номера в контексте вот этих вечерних променадов перед нашим зданием филармонии. И народ как-то очень хорошо отзывается. Народ, наверное, жаждет видеть артистов в филармонии, потому что действительно это достойно, это красиво, это высоко. Итак, дети, которые занимаются в детской филармонии, у них их рабочий график построен так же, как у взрослых артистов, сезоном. Это творческий сезон, но летом они так же в чем-то у вас участвуют? В июне они всегда участвуют. Это, во-первых, концерт День защиты детей. Мы обязательно принимаем участие. Либо сами целое представление в этот день даем, либо мы участвуем в каких-то городских, областных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Это конкурсы, где у нас дети принимают участие. День города. Это День города, когда нас приглашают. Какие-то отдельные выступления. Выездные концерты были. Вот у нас был в Котовске. Котовская неваляшка. В фестивале. Я знаю, что участники вашего коллектива выступают не только на концертах и участвуют в проектах, но и также выезжают на конкурсы всероссийские Центрального Черноземья. Расскажите, пожалуйста, об этом и каким результатом можно похвалиться. Да, действительно, работа ведется у нас здесь, но помимо этого дети много ездят по конкурсам. Это Москва, это Липецк, это Воронеж, Котовск. И занимают достаточно высокие места. Это дипломанты и первой степени, и второй степени. Гран-при. В прошлом году наши малыши завоевывали. То есть результаты, я считаю, что достаточно высокие. Людмила Николаевна, вы отслеживаете судьбу воспитанников детской филармонии. Кто в дальнейшем как-то связал свою жизнь с искусством? За много лет работы нашей детской филармонии, много детей мы уже выпустили, и очень отрадно и приятно отслеживать то, что даже если наши выпускники не идут по профилю музыки, выбирают себе иные профессии, но тем не менее творчество все-таки в жизни присутствует. Ну а есть и те, которые отдали творчество и стали воплощать его в музыкально-педагогической деятельности. Выбрали это как основу в своей жизни. Много выпускников, которые преподают, которые занимаются музыкой, либо создают какие-то свои коллективы. Очень приятно. Значит, работаем мы не зря. Почему ребенку важно заниматься не только точным науком, английским языком, но и также посещать кружки, которые развивают музыкальное направление личности? Искусство вообще важно для развития ребенка. Это коммуникативные навыки приобретает он, развивает какие-то свои когнитивные способности ребенка. Это же основа вообще для создания в дальнейшем зрелой полноценной личности, потому как только искусство наверное так развивает душу, способность мыслить креативно, иметь запас каких-то эмоций, переживаний, сопереживаний. Конечно же, это для личности положительные моменты. В конце программы давайте еще раз напомним родителям, которые считают, что их ребенок талантлив и готовы привести его на прослушивание к вам, куда можно прийти, какие задания выполнить и что в дальнейшем ждет ребенка, как будет построена его рабочая графика. Анонсы мы даем в интернет-ресурсах, а прослушивание даем контактные телефоны. Тот, кто считает возможным, тот, кто считает себя поющим, может позвонить по этим номерам, договориться о прослушивании, и на прослушивание ребенок должен приготовить какие-либо две песни, желательно разнохарактерные, но бывает и так, что либо взрослые, бывают, к сожалению, сейчас такие, которые не находят минусовки, возникает какая-то проблема, ничего страшного в этом нет, ребенок может прийти спеть какую-то понравившуюся ему любимую песню, может быть, даже современную, и исполнив ее при прослушивании, а поющего ребенка сразу, конечно, и слышно, и видно, поэтому, если нет минусовки, готовой какой-то песенки, ничего страшного. Спасибо большое. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в гостях в студии «Качество жизни» были Светлана Ревякина, режиссер-постановщик детской филармонии тамбов-концерта и Людмила Каханова, хор-мейстер, и мы говорили о том, как развить детский талант и чем занимается детская филармония в тамбове. Это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова